Всем привет! В эфире Универньюз. Пришло время самых горячих и актуальных новостей нашего студенчества. С тобой снова я, Гульфия Мутагульна. Сегодня ты узнаешь. Такое случается лишь однажды. Окунись в студенческую жизнь Казанского Федерального Университета. И снова гости. Двери шоу Рова распахнулись для Дмитрия Второго. Дождались. Компания Apple представила целых три новых айфона. 12 сентября для первокурсников Казанского Федерального Университета распахнулись двери в новый мир. Полный увлекательных событий, ярких эмоций и удивительных открытий. В этот день в Большом Зале КСК КФУ «Уникс» прошел праздничный концерт «Экскурсия по студенческой жизни». КФУ состоялся концерт для первокурсников «Экскурсия по студенческой жизни». Это ежегодная концертная программа для студентов первого курса, демонстрирующая яркую творческую жизнь «Альма-Матер». Университет наш, конечно, позволяет не только великолепно обучаться, заниматься наукой. У нас действительно прекрасные условия. Вы это сами видите, не буду об этом долго говорить. Но я хотел бы сейчас сказать, что у вас есть возможность заняться, конечно же, творчеством. Именно на этой концертной программе первокурсники впервые знакомятся со студенческим клубом. Лучшие вокальные и танцевальные коллективы, сольные исполнители, команды КВН и творческие объединения демонстрируют для них свою деятельность на сцене. Участие в данном проекте для творческой личности является еще одной возможностью показать свои таланты, реализовать самые яркие и неординарные идеи и обрести новых друзей. Так понравилось и произвел такое впечатление, что просто мне захотелось посетить все кружки, которые здесь представлены были. Я уже здесь присутствую третий раз и с каждым годом становится все лучше и лучше. И смотрю на первокурсников, как они смотрят на это все с ажиотажем. И им все нравится. Я пришла сюда еще на самое начало, когда был день открытых дверей, начала изучать все кружки. На самом деле очень много, все ребята приветливые, все рассказывают, все зазывают к себе. Чувствуется профессионализм, техничность, на самом деле все проходит очень весело. Мы еще раз поздравляем первокурсников с началом нового учебного года и желаем неустанно покорять новые вершины в стенах Казанского федерального университета. Наш телеканал вел прямую трансляцию. Те, кто не смог побывать на концерте вживую, вы можете посмотреть его на нашем сайте. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз. Начало нового учебного года для юных журналистов открывается познавательными мастер-классами от ведущих специалистов. Кто же пришел пообщаться со студентами на этот раз, расскажет Веста Земского. Каждый корреспондент выбирает свою и поставь сферы журналистики. Кто-то силен спортивный, кто-то становится экономическим обозревателем. Новый гость в высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ Дмитрий Фторов является парламентским корреспондентом. На телевидении, где я работаю, отвечаю за политическую журналистику, парламентскую тематику, освещаю жизнь и работу парламента. На самом деле, сама сфера журналистики, особенно телевизионная, очень интересная. Конечно, нужно обладать инструментарием, надо работать с информацией, надо уметь работать на площадке. И, безусловно, мы хотели бы пообщаться, обвиняться с нашими коллегами молодыми студентами, а это действующие коллеги, я бы сказал. Дмитрий Фторов обозначил, что парламентская журналистика призвана выполнять двоякую роль. С одной стороны, информировать общественность о законодательной деятельности депутатов, а с другой, доносить до них точку зрения общества о принятых им законах и о качестве законотворческой работы. В этой ситуации уровень доверия к представительному органу власти во многом зависит от качества, выполненной парламентскими журналистами работы. И что немаловажно для любого корреспондента, закон о СМИ он должен знать и уметь применять на практике. Веста Семского, Ленарда Влицьяров, Универньюз. Ежегодно Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета отмечает День программиста. Этот праздник знакомит своих студентов с представителями IT-индустрии, среди которых немало выпускников института. Все подробности смотри далее. 13 сентября IT-сообщество во всем мире отмечает День программиста. Институт вычислительной математики и информационных технологий присоединился к этой акции. Как и в прошлом году, для студентов организовали встречи с представителями ведущих IT-компаний Казани, которые в формате популярных лекций и мастер-классов рассказали о своих проектах, используемых информационных технологиях, программных средствах и инструментах, а также возможностях сотрудничества с этими компаниями. Прохождение практики на их базе, обучение по их специальным программам, вовлечение в проекты. На сегодняшний день у нас, фирма-партнеров, по стране работает более 10 тысяч. Больше в 600 городах России и странах СССР. Фирма 1С – российская компания, специализирующаяся на поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и домашнего назначения. Представители компании рассказали о тех возможностях, которые готовы предоставить студентам. IT-технологии – это прямо то, что будет постоянно меняться гарантированно, потому что это то, что позволяет менять жизнь, это то, что меняется само и в итоге меняет длины вокруг себя. Вы будете в этом вариться постоянно, вы постоянно будете в тренде, вы постоянно будете на волне, потому что вы будете изучать изменяющие технологии. Также ко дню программиста была приурочена презентация департамента внешних связей КФУ о возможностях обучения и стажировки за рубежом. Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюс. Отечественная энергетика избавится от импорта. Ближайшие планы российской и татарстанской теплоэнергетики были обсуждены на 64-й научно-технической сессии в Энергоуниверситете. Подробности в сюжете Артема Тупичкина. Научно-техническая сессия собрала в стенах Казанского государственного энергетического университета специалистов по теплоэнергетике. На мероприятии обсуждались вопросы использования новых газотурбинных установок в условиях санкций. Газотурбинные установки использовались в основном в авиации, но постепенно пришли и в энергетику. И вот большое количество таких установок сегодня построено у нас в стране. Их применение дало совершенно радикальное снижение удельных расходов топлива, позволяющее экономить в год миллиарды рублей. Планируется заменить техническое оснащение более современным. Для этого стране нужно иметь собственное производство, необходимое для эксплуатации нынешнего оборудования. Также в задачах заменить иностранное оборудование отечественным. Собственное производство оборудования поможет избавиться от зависимости иностранных производителей в сфере теплоэнергетики, а также сэкономить финансовые средства государства. В течение последних трех лет в результате хорошей организации этой работы достигнут, в общем, полный перелом. И сегодня мы можем надеяться, что эта установка будет широко производиться. Конференция продлится до 14 сентября. Тогда обсудятся вопросы развития энергомашиностроения в России и Татарстане. Артем Тупичкин, Ленар Довлетьяров, Универньюз. В США состоялась презентация новых моделей айфона 8 и 10. Чем они отличаются от предыдущих моделей и какие новшества внесли создатели, узнаем в нашем следующем сюжете. Компания Apple вновь удивила поклонников электронных гаджетов. Во вторник они представили новейшую модель смартфона iPhone X, а также две модели iPhone 8. Главный из представленных продуктов – юбилейный iPhone X. У него, как сообщалось ранее, нет кнопки «Домой». iPhone можно будет разблокировать с помощью технологии Face ID, то есть когда владелец смотрит на него. При этом обмануть технологию с помощью макияжа или фотографии невозможно. Устройство также будет адаптироваться к изменению внешности. По оценке Apple, шанс того, что чужой человек сможет разблокировать ваш iPhone равен 1 к миллиону. Старт продаж 10-го айфона назначен на 3 ноября. В России минимальная стоимость гаджета будет составлять 80 тысяч рублей за базовую модель. Это самый дорогой iPhone за всю историю компании. И готовы ли поклонники яблочной продукции отдавать такую сумму – пока неизвестно. «Даже учитывая то, что там появились новые примочки, так скажем, такие как Face ID или добавленная реальность AdReality, то все равно, мне кажется, он не стоит таких денег». «Ну это буржуйство. Зачем айфоны, когда можно звонить с какой-нибудь старенькой Nokia, которая совсем не разряжается? Или, например, найти себе китайский Xiaomi?» «Я, честно говоря, не понял, надо ли оно мне, потому что Apple за два часа, которая шла конференция, на мой взгляд, не смогли мне объяснить, зачем мне тратить 800 долларов на восьмой iPhone, когда у меня есть седьмой или шестой. А в плане iPhone X, ну, за тысячу долларов можно много чего сделать, и это явно не купить телефон». Олеся Чебдарева, Ленардо Литьяров, Универньюз. Это были все новости на сегодня. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok